пользуясь случаем у нас гостях андрей щукин кому интересно youtube канал заходить там масса интересных подводных видеосъемок как же все-таки ведет себя рыба что она ест и но частично что же она думает у нас тут как рыболовов ряд вопросов основной вопрос про давление как влияет давление на клев рыбы на рыбу в принципе и может ли рыболов рассчитывать принципе на не знаю на высоком давлении на низком давлении как ли это высокое низкое давление давай разберемся с тобой сейчас что такое в принципе давление что ты подразумеваешь мы не дарили дотного столба метра тут столба сколько у нас нормальное давление 749 750 миллиметров ртутного столба это нормально давали неважно 750 нормально что такое низкое давление в твоем понятии 2729 давай для для округления суммы 700 просто жесткого то есть 50 миллиметров ртутного столба это падать падение давления до 50 миллиметров ртутного столба вот что такое 750 миллиметров ртутного столба пересчете на воду на водный стол у нас всего лишь рыбак это элементарная вещь которая в школе все проходили 10 метров воды это 1 1 атмосфера и 750 миллиметров ртутного столба это одна атмосфера согласен ну подожди подожди ну ты помнишь это все что же нет и гуманитарий есть не один здесь не тяжело я тоже гуманитаре их тело давали были 750 миллиметров ртутного столба это она атмосфера одна атмосфера это 10 метров воды в воды если на речь хорошо вот мы сейчас разговариваем с тобой про 50 миллиметров ртутного столба то есть это одна если 70 сантиметров ну ну примерно хорошо пусть будет метр пусть будет метр то есть давление атмосферное падает для рыбы на метр вы рыбу ищите от 12 до метра что это такое ничего поскольку для нее вот эти вот 50 миллиметров ртутного столба вообще ничего хорошо говорят давление высокое 770 это плюс метр плюс 23 сантиметра 23 сантиметра сломается мозг и подожди не задымись на них первый нафиг в топку давление ничего не решает само давление по себе ничего не решает ничего не решает вопрос а номер два ума почему смотри еще раз я очень много все это вижу со стороны конечно наблюдая конечно знаю все это вижу я не могу прийти какому-то конкретному виду тем более что я уже далеко не от науки не состою правда я был в науке сейчас нет общаясь с наукой что наука пытается говорить что луна действует только на морских рыб мы сейчас по морских рыб мы находимся на воде на которую прилив по идее не должен вообще никак влиять согласен ну согласен ты видишь придавали да да нету прилив отлива то есть на море там все завязано в общем-то на прилив отлива здесь ты видишь прилив отлива нет у нас нет все хорошо встреч на бытует мнение что когда полная луна особенно там конец лета да там летом то есть рыба начинает жара 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 это еще один вопрос буду жару жара для нас жара до шашлы остальные в жару бытует не рыба не питается на питается ночью я сейчас не про себя в общем-то мнение определенных круг определенных то в общем масса людей до на рыбе что ну под днем не ест судак частность а если ночью когда вот полная луна он прям выходит и начинать есть потому что ему вроде как лучше видно рыбу конечно ну конечно и ну правда конечно ну тут все просто смотри жара что такое жара опять-таки мы сейчас берем волгу или что или когда-то не возьмем волгу средний полосу не 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 тут волга ниже волгограда почему я почему я акцентирую внимание потому что выше волгограда там не волга а это каскад водохранилищ там есть стратификация воды по кислороду по температуре а здесь в принципе в принципе здесь перемешивается вода вот так вот ну потому что текуха вода вода в принципе должна быть одинаково по температуре что внизу что внизу что наверху ну примерно а наверху выше волгоградской волжской плотины там вода наверху прогревается внизу не прогревается ну термоклей стандарт да все я не знаю я самый ты видел сто раз я понимаю что тут по мне это лично мое мнение что когда жарко судаку жрать не хочется когда жарко ты кушать хочешь нет ты хочешь пить ну смысле не выпить а пить воду у судака то же самое у него обмен веществ уже просто превысил все возможные пределы он просто встал и стоит переваривать то что он съел две недели назад там неделю назад он съел одну рыбу сумму достаточно хорошо тогда с холодной водой происходит когда вот опускается ниже 3 2 градусов смотри с холодной водой тут все тут все по-другому происходит чуть-чуть по-другому то есть он живет ему комфортнее в судаку жить комфортнее ниже 15 где-то около 20 и ниже температура ему комфортнее жить ну потому что он в принципе холодолюбивая рыба не холодолюбивая но я бы сказал бы не не теплолюбивая вот так же правильно сказать вот и на глубине ему комфортно как физиологические процессы в переваривании в процессе поглощения кислорода ему это комфортно нам активить вот ну он не активен он не активен неправильно хорошо им ему комфортно хорошо он он поднимается вечером наверх где уже температуру чуть-чуть упало солнце упало он подымается наверх может взять рыбу и опуститься чуть вниз и там уже ее переваривать то есть ночью он более активен только из-за температуры воды что падает ночью температура может да это может быть на ловле судака это нифига не милиф на имели это не миф не есть научное подтверждение на местном у них во первых не миф во первых потому что он не тип не теплолюбивая рыба не любит он тебя вот это раз а второе у него очень хорошее зрение по сравнению с нашими рыбами у него ну ну наверное одно из самых лучших зрений когда он видит очень хорошо а все наши рыбы его еда я не буду на плотно там чихонь там все остальные херни который стоит на дне он подошел взял и ушел вот ответ в конце середины августа я сейчас мысли все в периоре выживали мы же люди мы же думаем то есть середина августа когда правда есть определенный момент что клев судака становится хуже середина августа до середины сентября наверно и ночные рыбалки более успешно наверно связано хорошо но но смотри опять-таки опять-таки возвращаясь к нашим на к нашей ситуации где мы сейчас находимся мы находимся внизу от волгограда примерно по прямой я думаю контур 250 по прямой я так думаю ну 300 не важно здесь вода перемешивается просто вот тут нету термоклина вообще никакого то есть что наверху что внизу хорошо вопрос сразу 3 автоматом термоклин это блин что такое рыболов очень много слышно блин рыба не клюет термоклин вот смотри пошел термоклин там ловить нельзя там можно вот она не клюет она стоит в толще ниже не отпустится и выше не поднимется на самом деле тут мысли очень много урвало конечно пытки уже пытается обосновать собственно свои неудачи хочет понять вот термоклин вообще что это и как-то влияет на рыбу смотри давай разберемся во первых термоклин возникает только в стоячем водоеме в реке вот где мы сейчас находимся никогда не будет термоклина это в стоячем водоеме где нет волны ветровой либо какой-то другой нет течения понятно тут все тут все просто верхний слой воды прогревается прогревается до безобразия развивается всякие водоросли которые как бы как бы должны выдавать кислород но на самом деле водоросли которые сине-зеленые они не то чтобы поглощать кислород они еще и убивают цианобактерии них по помощью называют который убивает вообще принципе жизнь вот в этом ну это опять-таки это от водоема понятно вообще картинка есть в какие-то слои какие-то слои они приз принципе мерзли убивать все да так мало того что вот в этом в этом слое воды мало кислорода по определению потому что кислород не растворяется в теплой воде но его меньше концентрация концентрация кислорода больше в нижних слоях чем холоднее вода тем больше концентрация кислорода вот и рыба которая мы сейчас говорим по судака она опускается ниже для него кислород там достаточно он хорошо себя чувствует в принципе в температуре комфортно как мы по канди и он хорошо дышит чему там верху делать там пусть будет всякие клики плотва пришел сажал и ушел вниз все зачем ему там мучиться они мучаются пусть наверху все просто понятно и он выбирает момент когда он там на реках с течением него быть не может вообще не подожди опять-таки рейк реки рекам рознь то есть на реках не может быть нет реки рекам рознь мы сейчас говорим вот конкретно вот про этот участок реки ниже волгограда выше волгограда там есть термоклин конкретный район водохранилище выше волгограда это где глубокий выше волгограда вышел город это не волга это каскад водохранилищ там стоячего на там стоячего даму которая текуха легкая такая текуха где там метр два три четыре вот термоклин я не знаю но это все опять таки зависит но в любом случае есть термоклин или нет рыба питаться будет при любых конечно несмотря как мы выяснили на давление на луну на термоклин рыба в любом случае так не говорит так три мифа мы развеяли да